Ну а в Украине запретили Русскую Православную Церковь, а вместе с ней и Украинскую Православную Церковь, ту, которая раньше в народе называлась просто УПЦ Московского Патриархата, ее и сейчас так называют, но теперь священники этой церкви рьяно этому противятся. Так вот, за закон о запрете Русской Церкви сегодня проголосовали в Верховной Раде. Официально он называется «Про внесение изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций». Сложно такое название. Теперь у УПЦ МП будет 9 месяцев, чтобы доказать, что они с Москвой разорвали все связи. Проверками займется специальная комиссия. Она, к примеру, будет выяснять, есть ли против представителей церкви иски в судах или в уголовные дела госизмения. А таких много. Или нет. Разбираться будет эта комиссия. И лишь потом комиссия сможет обратиться в суд с просьбой запретить ту или иную организацию. Все это время церковь сможет проводить богослужение. Согласно новому закону, организации, которые признают связанными с РПЦ, не дадут пользоваться государственным и коммунальным имуществом. Речь идет о помещениях или земельных участках. Законопроект обсуждали в парламенте еще с прошлого года. Один из инициаторов, депутат Никита Патураев, настаивает, документ направлен не против верующих, а против пропаганды со стороны Русской Православной Церкви. Оскільки вона визнана, в тому числі, на рівні ПАЄ, частиною путинского тоталитарного режиму, який развязав і веде проти України резервную войну геноцидную, то її діяльность в Україні забороняется. А українським релігійним організаціям, українським зараз, забороняється мати з нею зв'язки. Якщо у них є зв'язки з Московою, з також званою РПЦ, тоді їхня діяльність буде припинятись. Разъяснить суть нового закона просила комісія США по религиозной свободе. Некоторые украинские депутаты заявляли, что лоббировали. І це связано с РПЦ, бувший український депутат Вадим Новинський. Сейчас в парламенті говорят, що у Вашингтона нет претензій к цьому закону. Подробні о тому, почему в Раді так довго не могли принять решення о запрете, связанных з Росією церквей, расскажет Арина Федорову. И вот после этого три недели в Верховной Раді искали компромисс. В итоге за запрет Русской Православной Церкви в Україні проголосовали 256 депутатов. Против 29 человек, еще четверо воздержались. Російська церковь в Україні буде заборонена. І це четке положення, яке передбачається в статті 3 цього закону. Крім цього, ті религійні організації, які існують в Україні, і що до яких є підозра про якусь афіляцію, співпрацю з Російською Православною Церковою, буде проводитися відповідна експертиза. Акспертизу, о которой говорить глава Верховной Раді, буде проводити Государственная служба України по вопросам етнополитики і свободи совести. Ми обратились к ним з просьбою розтолковати для нас новий закон, але в службі ответили, що документ так быстро і многократно менялся, що вони поки не знають, як именно він буде роботати. В законі не указана конкретна церкова чи религія. Основной конфлікт сейчас разворачивается вокруг Украинской Православной Церкви Московського Патриархата, сокращенно УПЦМП. В самой УПЦМП из названия убрали и заявляют, что теперь это независимая церковь, і связи с Россией у них нет. Тем не менее, в украинском совбезе пришли к выводу, що Українская Православная Церковь знаходиться в каноническом единстве с Русской Православной Церковью. Глава РПЦМ – патриарх московський в Сеаруси Кирилл в миру Владимир Гундяєв. Напомню, що согласно расследованию швейцарских газет, уже будучи священнослужителем, в 70-х Гундяєв работав на КГБ. Один из самых известных представителей УПЦМП в Україні – митрополит Павел. В миру Петр Лебедь, а в народе – Паша Мерседес. Мені подарували, я їжджу. А тобі зажобчаність, характеру ніхто не подарувається. Прошлым лето митрополит вышел із СИЗО під залог в почти 900 тисяч доларів, а недавно с нього сняли електронний браслет. Расследование при этом продолжається. Петра Лебедя подозревають в оправданній російської агресії. Росія не напала, коли почалася війна в Донецьку і Луганську. Самі між собою воювали. Напала? Ну, хай мені покажуть, де сказано, що було опубліковано відкрита війна. Случаів, де священнослужители УПЦМП оправдывают Росію війне против України – десятки. Кроме того, СБУ регулярно сообщает о задержанні представителей церкви, которые, например, отправляли российским военам информацию о передвижении ВСУ. Или во время своих проповедей восхваляли Владимира Путина. Или призывали Росію захватить всю Україну. Это митрополит Іоаннафан. Он за восхвалення Росії получил 5 лет тюрьмы, но позже оказался в Москве. Его обменяли как военнопленного. Там его встречал патриарх Кирилл. По данным издания «Главком», он лично просил освободить украинского священнослужителя. Ну вот, радуйся. Радуйся, дорогой. Радуйся. Не надо кланяться. Все. Но жив, здоров. Глаза по-прежнему, так же, как и 20 лет тому назад. Несмотря на все это, у запрета Украинской православной церкви Московского патриархата остаются противники. Их аргументы, среди прочего, такие. Запрет противоречит Конституции и нарушает право украинцев на свободу вероисповедания. Более того, новый закон может повлечь за собой персональные санкции Запада против тех, кто его поддержит. Письмо с такими угрозами рассылал украинским депутатам юрист Роберт Амстердам. Он называет себя международным юридическим советником УПЦМП. Вот как на это реагирует глава Верховной Рады. Смотрите, мы все получили эти листы. И это, мне кажется, большой провал нашей коммуникации с нашими партнерами. Потому что, когда я лично встречался с моими американскими коллегами, мы объяснили, что мы не воюем против веры, не воюем против верян. Мы воюем за нашу национальную безопасность. До Украины, похоже, закон приняли в Латвии. Там документ отделяет Латвийскую Православную Церковь от РПЦ, провозглашая ее независимой. В этом же направлении движутся и в Эстонии. Там тоже хотят отделиться. И уже прекратили сдавать в аренду офисные помещения Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. В Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, так, говорю, в народе называется, сама церковь против такого названия, отреагировали на этот законопроект. Представитель ее, митрополит Климент, в комментарии украинскому изданию «Громадский» заявил, что не существует ни одного украинского документа, который бы подтверждал административные связи их с зарубежными центрами. Подробные обвинения, говорит архиерей, исключительно манипулятивны. Ну и Климент добавил, что подобная ситуация напоминает исторические параллели с коммунистическим прошлым. Украинская Православная Церковь и дальше будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут лишь к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет реализовать. Прокомментировали решение Верховной Рады и в Русской Православной Церкви. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с общественностью Владимир Легойда в своем телеграм-канале пишет, что Киев чинит расправу над Украинской Православной Церковью Московского Патриархата за отказ стать политическим проектом. И дальше я процитирую, направленным на уничтожение общества духовного наследия русского и украинского народа. У нас в эфире гость Кирилл Говорун, ученый-богослов, профессор Стокгольмской школы теологии. Объяснен, что знает не понаслышке о РПЦ в нулевых. Кирилл возглавлял отдел внешних связей Московского Патриархата. Правильно ли я переведу это на светский язык? Ну, был министром иностранных дел при Патриархе Алексии. Ну, не совсем так. Я работал в этом отделе, но возглавлял такой отдел в Украинской Православной Церкви в Киеве. Спасибо за уточнение. Здравствуйте. Как вы оцениваете этот законопроект? Как преимущественно декларативный, с очень сложными механизмами имплементации, почти что невозможными механизмами имплементации. Пока непонятно, как он в действительности будет работать. То есть пока что как декларацию он, конечно, очень громко прозвучал. Он удовлетворил запрос значительной части, скажем, патриотической общественности в Украине. Вот, и амбиции некоторых политических партий. Но пока непонятно, как он дальше будет работать и будет ли работать вообще, поскольку механизм реализации как раз очень сложный. И он затрагивает в том числе, он предполагает в том числе участие судов, когда все решения по статусу каждой отдельной общины, потому что речь не идёт о церкви как таковой, речь идёт о каждой общине, которая будет изучаться на предмет аффилиированности с Русской Православной Церковью. И дальше решение будет приниматься в суде, причём с возможностью подачи апелляций на всех уровнях. И это, в общем-то, затянет процесс, при том, что сам закон предполагает 9-месячный срок отсрочивания, так скажем, начала имплементации этого закона, давая возможность УПЦ принять какие-то решения. То есть в данном случае закон работает больше как некий мотиватор для УПЦ принять какие-то решения, важные для Украины, для украинского общества, но и важные для самой УПЦ. Слушайте, ну правильно ли я понимаю, что вот есть церковь в каком-нибудь отдельном посёлке, Украинская Православная Церковь, которая раньше в народе называлась УПЦ-МП, и кто-то должен пожаловаться в эту комиссию, а комиссия должна посмотреть, есть ли связь с Россией, и если найти, тогда уже подавать в суд. Да, в данном случае инициатором может выступить и государственное агентство, речь идёт о... то есть в законе не указывается, какое именно агентство, но то агентство, которое отвечает за религиозные вопросы, а сейчас это так называемое ДЭС, это государственное агентство по вопросам нацменьшинств и религиозной свободы. И оно может выступить инициатором экспертизы, оценки, так скажем, аффилиированности каждой конкретной общины с Русской Православной Церквью, которая одна, единственная запрещена в Украине сейчас. То есть когда говорят, например, что это закон о запрете УПЦ, это некорректная форма, речь идёт, закон, и как раз вы показывали в вашем сюжете, когда спикер Степанчук, он тоже говорит, что больше Русской Православной Церкви в Украине не будет. Как раз закон запрещает именно РПЦ, не УПЦ. Вот, но также закон предполагает, что вот... Ну, давайте тут уточним. Запрещает Русскую Православную Церковь, и те церкви, ну, условно, не запрещают, а связи с ней, вот так. Да, то есть закон предполагает ограничивание в правах и, по крайней мере, лишение регистрации, государственной регистрации тех общин, которые аффилированы с Русской Православной Церковью. И вот эти общины должны быть установлены, потому что закон не говорит нигде ни в одной формулировке об УПЦ. А откуда появляются все эти заголовки? Потому что, понятно, из контекста в современных украинских реальностях, реалиях, то речь идет об УПЦ. Да, но это журналистский такой уход, это не юридические формулировки, это журналистские формулировки. Или часто можно иногда сказать, что даже пропагандистские формулировки, потому что эту пропаганду использует и Россия, эта пропаганда циркулирует и в Украине. Вот, но речь идет о запрете именно РПЦ, и она запрещена действительно этим законом. Но, собственно говоря, сама РПЦ в Украине, на территории Украины не присутствует прямо в такой непосредственной форме. Речь идет об аффилированных структурах, которые не называются в законе. И эти аффилированные структуры должны установить соответствующие уполномоченные институты, в частности, вот ДЭС. Дальше они должны, эти органы должны поставить к сведению этим общинам, этим юридическим лицам, которые у нас являются приходы общины, поставить на вид, что они подозреваются в аффилированности СРПЦ, они должны либо опровергнуть, либо подтвердить это, либо доказать, что они не являются аффилированными. А если им это не удается с точки зрения ДЭС, то тогда вопрос переходит в суды. И уже в судах суды принимают окачальное решение об аффилированности. Но опять-таки суды, это могут быть в первичной инстанции, но возможно также, как в случае любых судовых решений и апелляций вплоть, я думаю, даже до Европейского суда по правам человека. То есть это очень затягивает, на самом деле, этот процесс и делает его практически... То есть как бы не выставляет даже каких-то временных рамок, когда можно ожидать окончательных судебных решений по каждой общине. По каждой общине, еще раз подчеркну, что речь идет по каждой отдельно приходу, правильно понимаю? То есть не в целом запретили всю Украинскую православную церковь? Это невозможно, потому что в целом вся Украинская православная церковь не существует в правом поле Украины. Вот что вы имеете в виду? Что она как юридическое лицо не существует. Не проходила регистрацию в органы государственной власти Украины как церковь. И это относится ко всем практически религиозным организациям, церквам Украины. Регистрируют общины. А, окей, я бы не знала этой детали. Хорошо, спасибо вам большое за то, что разъяснили нам, и вопросов на самом деле меньше не стало на тему того, как же это будет на самом деле работать. Кирилл Говорун, ученый-богослов, профессор Остокгольмской школы теологии. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»